В эти минуты в столице завершается шестой съезд лидеров мировых и традиционных религий. В течение двух дней представители ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, зороастризма, а также делегаты от ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО обсуждали наболевшие вопросы, которые угрожают миру на всей планете. Сабина Тургаева сейчас находится на месте события. Она с нами выходит на прямую связь. Сабина, здравствуйте. Скажите, чем закончились двухдневные обсуждения? Здравствуйте, Алмаз. По итогам двухдневного форума лидеры мировых и традиционных религий подписали совместную декларацию. В ней отражены конкретные действия, которые необходимо предпринимать всем лидерам и священнослужителям для поддержания мира во всем мире. Кроме того, по инициативе главы нашего государства будет создан центр, своего рода мониторинговая организация, которая будет следить за тем, кто и как исполняет нормы, изложенные в этой декларации. Во время закрытия форума председатель Сената Касымжомар Токаев поблагодарил религиозных лидеров за участие и отметил, что этот съезд был очень важен. Отмечу, что впервые Астана собрала религиозных лидеров 15 лет назад. С тех пор каждые три года духовные наставники встречаются во Дворце мира и согласия, чтобы обменяться мнениями, а также понять, верным ли направлением идет человечество. Хочу отметить, что многие из присутствующих, многие из участников форума отмечали, что при том сценарии, который развивается в настоящее время, мир очень хрупок и подвержен различного рода негативным воздействиям. Например, ислам для многих, особенно на Западе, считается религией экстремистов и террористов, что негативно формирует негативное мнение у людей об этой религии. Отмечали священнослужители также и то, что террористам на сегодняшний день ничего не мешает выбрать под удар любую другую конфессию и сделать из нее тоже религию экстремистов и террористов. Кроме того, по словам экспертов, роль религиозного фактора на внешнеполитическом уровне долгое время недооценивалась. Но сейчас, именно благодаря форуму в Астане, который проходит раз в три года, наконец-таки весь мир обратил внимание на то, что необходимо взаимодействовать с лидерами различных конфессий для установления мира и порядка на всей планете Земля. Более подробно о том, как завершился форум и о содержании декларации мы обязательно расскажем самыми первыми. Однако уже в следующих выпусках новостей сейчас мы присоединимся к делегатам и посмотрим торжественный концерт, которым завершается двухдневный форум. Пока, Алмаз, вам слово. Спасибо. На прямой связи со студией была наш корреспондент Сабина Тургаева.